Приветствую представителей знака зодиака весы, поздравляю вас с вашими днями рождения, солнечные весы, весы по солнышку, всех поздравляю, кто весы по асценденту, а также по луне и по солнцу, конечно, тоже вас всех поздравляю с солнечным затмением в вашем знаке зодиака, 2 октября солнечное затмение в весах, естественно, больше всего почувствуют те, кто рождены 2 октября, плюс-минус несколько дней, ну и также, если у вас в 9 градусе весов что-то есть, к примеру, у вас там Венера, которая, кстати, управляет вашим знаком зодиака, естественно, вы тоже очень почувствуете, если у вас там Луна и так далее, другие планеты, будете мощно чувствовать, у кого-то из вас, например, если вы стеллиумные весы, вообще все темы жизни проиграются по этому солнечному затмению абсолютно и кардинально, у кого-то незначительно, да, может быть такое, что, несмотря на то, что затмение в вашем знаке зодиака, может быть, оно для вас будет спокойным и незаметным, конечно, если в вашей личной карте нет никакого резонанса, вполне, то, что вы будете слышать сейчас, это общий астрологический прогноз по равнодомной системе, это, пожалуйста, учитывайте, а для заказа своего личного гороскопчика обращайтесь ко мне лично, пишите на мессенджеры, вайбер, ватсап, телеграм, номер телефона в комментариях. Картинка, которую вы видите перед собой, графика, это где будет видно солнечное затмение, коротко говоря, его будет видно над океаном, над Тихим океаном и в странах Чили, Аргентина, поэтому, скорее всего, никто из вас не будет его наблюдать, потому что далековато, но, тем не менее, затмение будет действовать. Да, справедливости ради нужно сказать, что, естественно, больше затмения действует на те области, где его видно, но, в общем-то, вся Земля подвержена этому влиянию. У вас это первый дом, поэтому у вас могут вообще все темы жизни быть затронуты, подняты, и кардинальные какие-то изменения могут произойти. Первый дом гороскопа, оно то и есть первый дом, он самый важный, самый стартовый, в первом доме гороскопа собраны вообще всё, весь потенциал, все следующие 12 домов гороскопа, но в сжатом варианте. Также обобщающим домом, там, где собраны все другие дома, является 12 дом гороскопа, но там, в 12 доме, всё в размытом варианте, в раскрывшемся варианте. А первый дом — это сжатый вариант, скрытый, но скрытый в позитивном значении, как, например, раскрывается цветочек в семечке. Можно сказать, что он скрывается, можно, но он не очень-то скрывается, он просто ждёт своего часа, чтобы расцвести и раскрыться. Вы можете чувствовать себя вот тем самым цветочком, все, конечно, по-разному. Кто-то пробился сквозь асфальт, кто-то спокойненько, в общем-то, вырос на плодородной чернозёмной земле, по-разному, по-разному. Но в любом случае вы пробиваетесь к свету, к солнцу, находите своё место под солнцем, под солнцем, а кто-то из вас и сам становится как солнышко. Ну вот идут ассоциации с цветами и всё, ну подсолнух идёт и идёт ассоциативно. Может, кто-то из вас, кому-то из вас может нравиться подсолнухи или семечки. Смотрите, тема вот такая. Кстати, да, действительно, для кого-то из вас проходит тема «посадить семена чего-то», чтобы это произросло дальше, тоже как вариант. Темы первого дома разнообразны. По первому дому гороскопа вы можете делать документы свои личные, открывать свои личные дела, вообще какие-то свои личные дела делать, любые. Лечиться можно, это тоже личное дело, касается только вас. Можно организовывать какие-то другие мероприятия с другими людьми, но быть инициатором этих мероприятий. Поэтому по первому дому идёт вообще любая инициатива. Это может ли касаться заработка денег? Конечно, может ли вы там ходить куда-то в путешествие, поехать? Тоже. Хотя это косвенно. Это не прямо по первому дому. Но косвенно, да. Очень часто первый дом срабатывает на позиции к седьмому дому гороскопа, а это дом партнёрства. Поэтому солнечное затмение вроде как в вашем, в первом доме. Но может ли быть такое, что у вас проиграются темы взаимодействия с другим человеком? Конечно, очень может быть. Солнечное затмение — это соединение Солнца и Луны. Солнце показывает мужчину, Луна показывает женщину, его соединение мужчины и женщины, мужа и жены. Очень может быть, что, к примеру, если вы женщина, домохозяйка, социально неактивный, но у вас есть муж, то это затмение проиграется в его жизни. У вас, может быть, ничего не произойдёт, а вот мужа, к примеру, повысят. Это как пример. Либо что-то другое произойдёт в его жизни важное. Может проиграться по этой оси и нахождение любимого человека, если вы одиноки, и вступление в брак, если к этому идёт, и различные другие темы, связанные с супружеством, с замужеством. Если вы замужем, какие-то яркие события в партнёрских отношениях. По 10-му дому, точнее, по 7-му дому гороскопа идёт именно официальные какие-то вопросы, документы и брак официальный в том числе. Может ли там быть развод? Ну, честно говоря, это затмение не про развод совсем. Но если развод проходит по этому солнечному затмению, он вами воспринимается как какая-то ваша личная победа, какое-то ваше личное достижение. Здесь много триумфа. Первый дом гороскопа, конечно же, больше про вас. Поэтому акцент делаю на том, что ваша личность расцветает, вы становитесь ярким солнышком, но учитывайте разные-разные нюансы. Это затмение, конечно же, и про вашу красоту, и про вашу внешность, и про ваш имидж. Возможно, вам захочется поменять стиль. И вы это сделаете, будете выглядеть более успешно. Берегите себя на солнечное затмение всегда, в любом случае. Потому что солнечное затмение, это не шутки, такой большой поток энергии идёт на Землю. Поэтому, в общем-то, конечно, всё прекрасно, но лучше себя поберечь, здоровьем своим заниматься, в любом случае какую-то профилактику провести. Если вы знаете, что у вас метеозависимость, если у вас всегда на погоду, например, болит голова, то солнечное затмение тоже может влиять на организм. Следующий транзит — Юпитер. Юпитер становится ретоградным 9 октября в 21 градусе знака Сдиака Близнецы. 4 февраля 2025 года он будет директным также уже в 11 градусе того же знака Сдиака Близнецы. Ваш девятый дом гороскопа — дом путешествий. Юпитер тоже путешественник, он отвечает за путешествия. Если какие-то путешествия вы совершаете на директном Юпитере, то чаще это новые. Если едете куда-то на ретро, то, скорее всего, возвращаетесь туда, где уже были. Понятное дело, что не все из вас имеют возможность путешествовать. Кто-то, кто слушает меня, вообще никуда никуда не ездил, не выезжал. Но есть часть людей, мои клиенты, я точно знаю, есть люди, которые очень часто путешествуют по нескольким странам, путешествуют за короткий промежуток времени. Поэтому смотрите, учитывайте, уважайте людей, которые слушают этот гороскоп. Вы все разные. Для кого-то это, да, про путешествия. И из вас, например, кто-то поедет даже по солнечному затмению. Возможно, тут сочетание энергии пойдет, что первая декада октября вы куда-то поедете, в какое-то новое путешествие, в командировку, к примеру. Дальше, во второй половине октября, точнее с 9 и далее-далее до февраля 25 года, это какие-то прежние страны, прежние места. Для тех, кто не путешествует, здесь тема пройдет. Обучение по Юпитеру, общение с иностранцами, религиозная какая-то тема. И при этом вы никуда не выезжаете. Не выезжая, вы общаетесь по интернету с иностранцем. Никуда не выезжая, вы дистанционно можете обучаться, например, язык какой-то иностранный учить. Никуда не выезжая, смотреть по каким-то ютуб-каналчикам, например, про другие страны и так далее, и так далее. Такой Юпитер ретроградный про то, что вы немножечко притормаживаете во всех этих вопросах, но это неплохо. Да, может быть, к примеру, если вы активно учитесь, прям так рьяно много изучаете всего до 9 октября, после, ну немножко вам надоест может учеба, ну в принципе ничего страшного, учиться вы продолжите. Просто такой накал страстей спадет. Кто учится, хорошо, Юпитер любой хорошо для учебы. И директный, и ретроградный, и так, и так, все прекрасно. И ретроградный Юпитер показывает, что вы углубляетесь в учебу. Директный Юпитер показывает, что у вас жажда знаний есть. Вот и все. И то, и то хорошо. Далее, следующий транзит — это Плутон. Плутон будет становиться директным в 29-м градусе Козерога 12 октября. Уже достаточно вскоре, 19 ноября 2024 года, Плутон перейдет в Водолей. Этот разворот о чём? То, что становится директным Плутоном. О вашем четвёртом доме гороскопа. Это место жительства. Ведь есть перекличка Юпитера и Плутона. Что-то точно, кто-то из вас точно определяется с местным жительством. Что-то точно происходит у вас в плане перемещений. Кто-то из вас точно меняет дом. Но если вы весы по асценденту, если вы типичные весы, то на фоне затмения и на фоне разворота двух мощных планет точно кто-то из вас меняет дом. Возможно, новый у вас появляется дом. Возможно, вы напротив возвращаетесь. Там, в те места, где вы жили раньше, там, где вы, может быть, родились, там, где ваша мама по четвёртому дому гороскопу, материнский род. У кого-то тема проходит такая. Определение с местом жительства. И по-разному. Где-то 50 на 50. Половина из вас успевает в первой половине октября новый дом приобрести. Вторая половина из вас во второй половине октября, наоборот, возвращается. Очень похоже на командировочную тему. И одни из вас, к примеру, едут в командировку за рубеж, а другие, наоборот, возвращаются. Вот такой круговорот в природе существует. Мы видим 9-й, 4-й точно об этом. Что кто-то едет, а кто-то, наоборот, приезжает. Смена. Как будто бы происходит рабочая смена. В общем-то, Плутон, развернувшись в четвёртом доме, конечно, честно вам скажу, у него очень хорошая история. Я знаю, кто-то из вас вообще не любит слушать плохое, но я должна говорить справедливости ради. Если вам не нравится слушать реальные вещи, если вам нравится сахарно-ванильная тема, то сейчас имеет смысл выключить видео. Потому что сейчас будет жесть. Ну как она есть, так она и есть. Это жесть. Плутон в четвёртом доме. У кого, кто живёт в стране, где война? Либо где назревает война? Либо какая-то другая большая заварушка, типа революция, ещё что-то такое мощненькое. Какой-то экономический кризис, если возникает, и вы предполагаете, что могут люди выйти, например, там какая-то забастовка каких-то рабочих может быть. Вот если вы в такой стране живёте, в воинственной, воинствующей, либо там, где нагнетается это всё, то здесь может взорваться эта страсть. Вулкан взрывается. Плутон-вулкан в четвёртом доме гороскопа. Взрывающееся что-то. Предупредила, кто боится, предупредила. Не надо смотреть. Смотрите там, где всё будет хорошо, всё будет замечательно. Ну смотрите, я сама живу в войне, поэтому и для меня это актуально, и не могу я это не говорить. Многие мои клиенты аналогично живут в войне. И многие из вас тоже. Будьте осторожны. Плутон в четвёртом доме. Развороты Плутона, любые развороты Плутона, нежелательные. Ни в директное, ни в ретроградное движение. Когда он разворачивается, он может повести себя вообще непредсказуемо. Но Плутон вообще лучше сильно не трогать, потому что когда его тронешь, там непонятно, что будет. Так что смотрите, какие-то события на родине. Вот так. Мощные, яркие. Да, фаер-шоу, но, скорее всего, не очень-то весёленькие. Это по Плутону. Плутон — массовая планета. Он обычно так и проигрывается, что не в вашей жизни что-то происходит, а в жизни всё общество, тем более дом четвёртый. Если бы, к примеру, этот Плутон у вас был в пятом доме, я могла бы сказать, что у вас будет взрыв страсти. У вас будут там страстные ночи, просто какие-то безумные страсти твориться будут. Но Плутон в четвёртом доме — это немножко другое. Кстати, это общий гороскоп. Возможно, у вас лично, у вас в вашей карте, Плутон как раз-таки в пятом доме, в доме страсти вулканической. А может, во втором, там, где много денег. Поэтому не забывайте ещё раз. И всегда говорю, много раз, тысячу раз повторяю, но почему-то многие люди так и не слышат. Это общий гороскоп. Это как общая температура по больнице. Это нужно учитывать. Далее. Меркурий. Меркурий 13 октября переходит в Скорпион. Это ваш второй дом. Дом денег. Плутон, кстати, тоже отвечает за деньги. Но Меркурий более благоприятен в плане финансового. Хотя и Плутон, возвращаясь опять же к нему, может дать вам какие-нибудь темы. К примеру, Плутон в четвёртом доме — это капиталы. Можете ли вы найти у себя в доме какую-то крупную сумму денег по Плутону в четвёртом доме? В принципе, да, но не сильно много вероятностей. Может быть, Плутон — это наследство, деньги от бабушек, дедушек. Если ваша бабушка где-то в матрас старый спрятала деньги, то, может быть, вы и найдёте. Но опять же, понимаете, это прям точечная информация. Но вот Меркурий в Скорпионе реально больше про деньги говорит. Но опять же перекликается ещё и потому, что Скорпион — это знак Плутона. Поэтому вам по Меркурию могут прийти деньги, наследство в том числе. Вы реально можете найти деньги, где-то спрятанные. Может быть, вы сами от себя спрятали и забыли, найдёте. Друг какой-то может вам помочь крупной суммой, если у вас есть такая потребность и необходимость. Зарплата, также повышение зарплаты может пройти. Но, наверное, сопряжено это с тем, что и условия труда каким-то образом становятся более такими суровыми, поэтому и денег больше. Такой Меркурий в Скорпионе хороший, он приносит много денег, поэтому его не бойтесь, денежки зарабатывайте. Возможно, деньги приходят и не всегда от приятных занятий, но здесь они не пахнут. И, в общем-то, идёт компенсация, плюс ещё и моральная компенсация вашего труда. Деньги должны увеличиваться, если у вас всё в порядке с кармой. Всегда ещё раз подчёркиваю это. Если у вас транзиты денежные, но деньги не идут, что это значит? Это значит, что у вас либо блок стоит на деньги, тупик, вы сами, может, их не принимаете, либо у вас кармические долги и задолженности. Вы кому-то должны что-то, то ли деньги, то ли любовь, поэтому к вам денежки не идут. Это бывает нередко. Если вы кому-то что-то задолжали, не возвращаете, считаете, может быть, что не надо вам возвращать. А денег нет — это точно признак, что что-то где-то вы неправильно сделали. Парень бросает девушку, у него начинаются проблемы с деньгами. Тут всегда есть связь. Запомните мои слова. Связь между любовью и деньгами есть всегда. Потому что Венера, ваша управительница, отвечает одновременно за любовь и за деньги. Поэтому, опять же, вспомните свою жизнь. Вспомните, как у вас это сочеталось. Если, к примеру, вы нашли любовь и тут же богатеете, это очень круто. Кстати, в Индии так выбирают себе невесту. Если мужчина знакомится с женщиной и у него начинают увеличиваться доходы, он берёт её быстро замуж. Понятно? Думаю, всем понятно. Далее. Полнолуние, точнее, суперлуние в октябре. Это 24 градус Овна, это ваш седьмой дом гороскопа. Партнёрство. Помните, я вам говорила, что, в принципе, тема партнёрства может проиграться уже и по солнечному затмению 2 октября. Для Вселенной вот это расстояние между 2 октября и 17 октября вообще ни о чём. Поэтому, вообще, для нас, конечно, это много, достаточно большой промежуток времени, пока Луна расти будет. Но для Вселенной это один миг, поэтому, может быть, что полнолуние у вас проиграется и на солнечное затмение, а может быть, что и солнечное затмение отыграется на полнолуние, которое суперлуние. То есть, опять же, не простое, а мощненькое очень. Седьмой дом, дом партнёрства. Поэтому, повторюсь ещё раз, что, если не в начале октября, то, значит, где-то вот 17 октября для вас проиграется тема партнёрства. Первое, на первом месте, первое место занимаете вы. Первое — это ваша личность. Сначала разберётесь со своей личностью по солнечному сменению 2 октября. Кто вы? Вот это первый вопрос. Это реально то, что вам нужно прежде всего разобраться с собой, своим здоровьем, своей красотой, своими документами, своими приоритетами, своими делами вообще. И инициативным надо быть. Очень. Смотрите, если вы будете инициативным 2 октября, например, вы мужчина, вы 2 октября инициативно знакомитесь, с девушкой, то может ли быть такое, что 17 октября вы уже начинаете с ней встречаться? Конечно. Почему? Потому что вы инициативу проявили. Но, уважаемые весы, Овен сам по себе тоже знак инициативный. Он и есть первый дом, ассоциативно первый дом. Поэтому, если кто-то из вас не успеет проявиться 2 октября, но не наберетесь вы смелости для чего-то важного в вашей жизни на солнечное затмение, хотя это вряд ли должны набраться, и солнце должно дать энергию, но если вдруг вы не набрались смелости, не пошли на новую работу, ничего другого активного не сделали, то смотрите 17 октября. Тут всё, что хотите, делайте. Опять же, любая ваша инициатива, но тут больше акцента на партнёрство. По второму, по затмению 2 октября, тут, да, может быть, не только партнёрство, но реально, вы там хотели где-то работать, думали, меня туда точно не возьмут, да вообще, наверное, я чего-то размечтался, а потом пошли, всё-таки осмелились, и вас взяли, например, на эту работу желанную, вы сами в восторге. То есть больше сначала про вас, про вас тема, лично ваши дела, больше про вас начало октября, а 17-е больше про партнёрство. Ну, понятное дело, что это связано. Так что дела партнёрские решаются на полнолуние. Если на полнолуние с кем-то вы расстаётесь, это кармическая ситуация, там надо проверять, во-первых, навсегда, не навсегда, во-вторых, хорошо это или плохо, к лучшему или к худшему надо смотреть. Ну, луна бывает, забирает. Вы знаете, я всегда говорю, что луна может что-то забрать. Хотя, скорее всего, лунное затмение, если что-то у вас было отнято, то на лунное затмение, которое было 18 сентября, дальше две недели, пока луна убывала. Смотрите, по-разному может быть лыжамые весы, южный узел гороскоп, южный узел кармический в вашем первом доме гороскопа, поэтому тема кармы в любом случае очень для вас актуальна, и именно кармы прошлого, кармы необходимости освободиться от всего ненужного. Южный узел это символический хвост дракона, вот, да, хвостики, так скажем, все поотбрасывать свои, пооставлять в прошлом. Это важно, поэтому если что-то из вашей жизни уходит, наверное, так должно быть. Как бы вы к этому не относились, как бы вы это не воспринимали, через время, скорее всего, вы поймёте, что это было к лучшему, хотя там бывает всякое. Далее, следующий транзит, который мы наблюдаем, в октябре, это транзит Венеры. Венера в тот же самый день, 17 октября, переходит в ваш третий дом гороскопа, это дом знакомств. Видите, как получается, что если, к примеру, у вас партнёрство какое-то отпадает по суперлунью, то по Венере появляется возможность нового партнёрства, причём не только любовного, но и делового. если, например, вы увольняетесь 17 октября, то вскоре по Венере в третьем доме, в доме собеседований, можете найти новую работу, пойти на собеседование, и вас возьмут. Если у вас идёт расторжение пары, развод, то вскоре по третьему дому гороскопа по Венере вы идёте на свидание, у вас новое знакомство, достаточно быстро. Вообще, в кармические периоды всегда всё происходит достаточно быстро, это очень активные периоды. новые знакомства по Венере в третьем доме очень хороши. Вы можете познакомиться реально по каким-то серьёзным очень вопросам, таким как устройство на работу, любовь, но может быть и по мелочи. Третий дом гороскопа может дать вам нового друга, подругу, может дать вам новые знания, информацию, учителя какого-то, можете интересненького для себя найти и познакомиться. Если вы в торговле, тут и покупатели новенькие будут идти. если вы собираетесь обратиться к консультанту, например, ко мне, то это и о консультациях. Венера в третьем доме это девушка, которая вас консультирует, что-то говорит вам, какую-то информацию передаёт. Поэтому, видите, как и от, и до. И очень существенные могут быть знакомства, такие прям мощненькие, страстные, которые повлекут за собой какие-то новые крепкие отношения, может даже брак, либо трудовой договор. Но может быть и по мелочи. Может быть, к примеру, вы что-то давно хотели продать, бэушное, никак не продавалось, тут наконец-то найдёте покупателя, который купит, да ещё и задорого. Венера в третьем доме в Стреце, это, к примеру, у вас антиквариат какой-то дома, есть какая-то старая ваза, вы никак не могли продать, потому что, ну зачем, кому оно надо? А тут какой-то коллекционер находит вас, и да, и вы счастливы. Это пример ассоциации, думаю, понимаете. Солнце тоже перейдёт в Скорпион 23 октября. И да, Скорпионской темы станет больше. Эта тема мощная, денежная, финансовая. Тоже говорю, потому что Меркурий в Скорпионе, то есть Меркурий в Скорпионе 13 октября, а Солнце тоже, как и Меркурий, 23 октября в Скорпионе. Кстати, и Венера тоже ведь в Скорпионе до 17-го. В общем, Скорпионской темы правда много, особенно в третьей декаде октября, когда Солнце уже там. Это деньги, финансовая тема. Видите, какой насыщенный месяц. Месяц и про вашу личность, и про партнёрство, и про деньги, и разные другие темы также могут идти. Кардинальный месяц, реально кардинальный, потому что у вас затронуты кардинальные дома. Кардинальные дома. Первый, седьмой, четвёртый, десятый дома гороскопа. Вот они у вас все и есть. Первый, четвёртый, седьмой. Ну, десятый тут меньше всего, конечно, тут вообще нет, но он как бы косвенно прослеживается насчёт денег, потому что деньги, скорее всего, у вас от работы, думаю, большинство из вас. Не у всех, конечно. У кого-то может быть пенсии, у кого-то может быть от родителей, но большая часть, думаю, всё-таки это про работу. Ну, и 31 октября Хэллоуин, Самайн, тоже такой ведьмовской, скорпионский праздник. Точка какого года. Почему я говорю об этих праздниках? Потому что это важно. У нас происходит смена энергии. И любой такой энергетический праздник говорит о том, что заканчивается один период, начинается следующий период. И об этом нужно помнить, понимать. Самайн — это время, когда начинает природа засыпать, вот конкретно уже. Это такое вот преддверие зимы, предбанничек зимы. Готовьтесь к тому, что будет дальше спокойнее энергия, и вам нужно в октябре конкретно максимум своей инициативы проявить. Октябрь максимально инициативный для вас. Так что дерзайте, берегите себя, поставьте, пожалуйста, лайк за это видео и напишите добрый садокомментарий. Подписывайтесь, если ещё не подписаны. Всех благ, всего доброго.